Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Мне 27, у меня 7 лет не было личной жизни, не складывалось. Мама за меня переживала, когда после тяжелого расставания с бывшим 20, я не смогла найти, не смогла ничего наладить, конечно, долго страдала еще, но это понятно. Когда мне было 21, мама стала сильно переживать за то, что я одна. В общем, я старалась не реже видеть себя и избегать вопросов. В итоге я просто придумала себе кавалера. Купила что-то. Мама спрашивает, он ли это подарил? Я стала говорить, да. Когда проводила время однажды с подругами, ей говорилось, что с ним строю отношения. Хотя я живу отдельно, но как-то чувствовала желание ей это рассказывать, чтобы ей спокойнее было. В итоге это затянулось на годы. Сейчас мама шипает, что мы еще вместе. Я вру, что познакомлю, когда будут серьезные планы на будущее, но показывала ей фото другого человека, якобы это мой жених. Мама покупала ему подарки и передавалась через меня. Я дарил их знакомым парням, якобы женихам, а маме, конечно, тоже дарила подарки. Меня стало тяготить это вранье. И я уже решалась признаться, что мы с ним теперь остались. Но тут в моей жизни появился любящий мужчина. И мы уже несколько месяцев вместе. И тут появились проблемы. Мама продолжает передавать подарки. Я уже покупаю ему рубашки, я ему дарю их, говоря, что это от мамы. Мой реальный мужчина тоже теперь дарит подарки маме. Тоже через меня. Но проблема в том, что мама все еще не знает, что у меня такие отношения появились только сейчас. А мой парень думает, что мама лично ему передает подарки. Про мое вранье он не знает. Я чувствую, что с этим мужчиной все может сложиться. Он серьезный человек. И он как раз хочет и с мамой познакомиться. И его родители заочно меня полюбили. Все с намеками на будущее. Но как сказать, куда делся тот, с которым я якобы строила любовь в 6 лет. Ведь я маме записывал наши отношения как прекрасные. Плюс маминные подарки теперь и у моего мужчины есть. То есть, если она увидит его как-то в своих подарках, то будет в шоке. Сказать, что парня не существовало, а падает, это слишком будет жестко. И обман, и разочарование. У нас не идеальные отношения с мамой, и я не хочу их гробить. У нее диабет. Не хочу нервировать. Но что делать? Если я их в итоге познакомлю, легко может вылезти мне вранье. Я еще своему мужчине могу это рассказать. И думаю, что расскажу, как я их на маме. Не знаю, как. Получилось имбурно. Прошу прощения. Но этот вопрос очень волнует. Вы знаете, я думаю, что первое, что вам нужно сделать, это все же четко сформулировать вопрос. Что делать, чтобы шестол? Второе, на что бы я указал, это на то, что и для вас, и для вашей мамы, как будто бы отношения, сами по себе, очень важны. Вы как будто бы в этих отношениях пытаетесь очень сильно, на мой взгляд, опереться на другого человека, как будто бы на себя вам опираться сложно. Я бы сказал, что вы находитесь с мамой в несколько нездоровых, созависимых отношениях, где присутствует стыд, где присутствует страх, где присутствуют какие-то еще не самые позитивные чувства. И, по большому счету, вы, на мой взгляд, в этой ситуации жертва, потому что вы не хотите маме говорить, но что делать, не знаете. Хотя, по большому счету, я думаю, что основным направлением работы с вами была бы именно работа с честностью. Учиться быть честным с собой и честным с другим. Насколько странно, что мама покупает рубашки вашему молодому человеку и дарит их, мы сейчас говорить, наверное, не будем. Для меня это выглядит немного странным. Для меня это выглядит так, как будто бы у вашей мамы есть некоторые сложности с жизнью личной. То есть, в смысле, что как будто бы она живет больше вашей жизнью, нежели чем своей, и, на мой взгляд, это не может, ну, не может, как бы, не тревожит. Вот. Я бы рекомендовал и вашей маме, в принципе, терапию. Но, конечно, я не знаю, согласится ли она, согласитесь ли вы, например, на то, чтобы ваша мама занялась, условно говоря, собой, чтобы она занялась своей жизнью и перестала за вас переживать. Вообще, мне кажется, что есть причина, по которой, например, вы достаточно сильно переживали, когда расстались с молодым человеком. То есть, нет, конечно, переживать это нормально, но, мне кажется, в данном случае реакция ваша скорее избыточна, нежели чем нормально. То есть, конечно, нормально испытывать какую-то грусть, нормально испытывать, ну, не самые приятные чувства, но, мне кажется, что у вас здесь идет переоценка отношений. Вот. На мой взгляд, это связано как раз вот с тем, что у вас везде есть такие определенные, я бы сказал, намеки на будущее, как будто бы вам важнее не сами отношения, а именно будущее, будущее, именно какая-то определенность и так далее. Сказать, что это для вас полностью безопасно и хорошо, я не могу. Поэтому я бы здесь обратил внимание на то, чтобы вам учиться все-таки больше, больше опираться на себя. Я бы обратил ваше внимание на то, чтобы вам все-таки больше полагаться на себя. Вот. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что, может быть, вы с этим не согласитесь. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что, может быть, вы, ну, как бы, пощипяете, например, что это не для вас и что вам это не подходит, но, тем не менее, именно так я вижу вашу текущую ситуацию. Какого-то способа, мне кажется, решить эту ситуацию, не говоря правды, нельзя. Мне кажется, что вам же крайне желательно перестать брать ответственность на себя за свою маму. Позволить, наконец, своей маме самостоятельно решать свои проблемы, в том числе со здоровьем. И, ну, в какой-то степени, может быть, освободить себя от того, чтобы постоянно или в той или иной степени регулярно брать ответственность на себя за нее. Вы не делаете таким образом хорошо ни себе, ни ей, никому бы то ни было еще. Этим, этим, вообще-то говоря, вы себе очень сильно мешаете. И себе мешаете и своей маме. Я бы поработал также и со стыдом чувства, которое является основой для любого факта вранья. То есть, если вы, если человек обманывает, если человек, как вот вы, создает определенную легенду, то, как правило, это связано с тем, что где-то человек себя не принимает. И, если где-то что-то он, или чего-то он, этот человек, стыдится. И ваша задача это увидеть. Ваша задача поработать со стыдом. И принять какую-то часть себя, которую сейчас, на мой взгляд, вы не принимаете. Я думаю, так. Ваша мама, конечно, будет нервничать, но чем больше вы играете в эту игру, тем более будет нарастать, как снежный ком, данная проблематика. Пока однажды, это полностью не раскроется. И тогда, вот тогда, вряд ли будет совсем для вас и для вашей мамы что-то хорошее. Мне не кажется, что неидеальность ваших отношений зависит от того, скажете вы ей правду или нет. Конечно, я не знаю всех тонкостей, но думаю, что проблема здесь не в этом. Проблема здесь в том, что и вы, и ваша мама, ну, по крайней мере, на мой взгляд, идеализируйте, переоценивайте отношения. А ведь отношения, это лишь часть движения человека. Не самая большая, не самая маленькая, но все же часть. На мой взгляд, этому вы уделяете лично много внимания. Посему, на мой взгляд, вам нужно в первую очередь работать вот с этими направлениями. В первую очередь вам нужно работать, как я уже сказал, с честностью с собой. Если и когда вы будете более честны с собой, то ситуация может нормализоваться. Да, не без определенных шероховатостей, потому что в своем обмане вы зашли, ну, не слишком, конечно, далеко в этом плане, но достаточно, когда совсем безболезненно выйти из этого не получится. На мой взгляд, сейчас вы пытаетесь найти какой-то выход, но мне кажется, что в глубине души вы знаете, что выход, он только один. В глубине души, мне кажется, вы не можете не знать, что выход, только сказать маме правду и перестать обманывать себя и ее, и своего мужчину. Но для этого, вполне возможно, вам придется столкнуться с теми аспектами себя, которые вы до сих пор, в принципе, с большей долей вероятности пытались скрыть. Например, важно для вас отношения, например, страх, допустим, страх остаться в одиночестве, может быть, что-то, еще что-то, о чем здесь вы не сказали, но, тем не менее, это чувствуется. Вообще, если говорить про ваше сообщение в целом, то некоторая недоговоренность ощущается практически невооруженным взглядом. То есть, не нужно даже особенно как-то вот присматриваться, прислушиваться, чтобы почувствовать, что вы чего-то недоговариваете. Я понимаю, с чем это связано, но и вы также, я думаю, понимаете, что легче или полнее, да, от этого ситуация не становится. Поэтому вам нужно научиться, в том числе и личной ответственности. Личная ответственность, это, в первую очередь, тогда, когда мы отвечаем только за себя и не отвечаем за кого-то другого. В данном случае вы, на мой взгляд, пытаетесь отвечать и за свою маму. Вроде бы из хороших побеждений, но практика показывает, что вам такой путь ведет в никуда. Понятно, что, опять же, вы можете с этим быть не согласны. Понятно, что у вас может быть своя, наверное, точка зрения, своя позиция. И спорить с вами, особенно если вы с этим не согласны, я не буду. Но считаю своим долгом вам об этом сказать. Потому что это важно. Потому что я не видел ни одного счастливого человека, когда он, этот счастливый человек, нес бы ответственность за кого-то, кроме самого себя. Вот. Что еще? Можно здесь добавить. Ну, вот, значит, вы пишете, что мама переживала, когда после тяжелого расстава не могла ничего наладить. Вот, почему она переживала? Это большой вопрос. В том смысле, что, нет, ей, конечно, не должно быть все равно. Но, вы поймите, поймите меня, пожалуйста, правильно, я не считаю, что ей должно быть, я люблю вашей маме, все равно. Но, вместо с тем, вместо с тем, мне кажется, что проживание здесь явно избыточное. Далее, вы почему-то считаете своим долгом ее успокаивать. Вот, тоже, на мой взгляд, довольно такой интересный момент, почему вы считаете, что должны ее успокаивать, почему вы считаете, что вы отвечаете за ее, там, не знаю. Спокойтесь за ее комфорт и так далее. Вот. Здесь, как будто бы, между вами и вашей мамой отсутствуют, как я уже говорил, личные грани. Вот. Если они отсутствуют, их нужно корректировать. Дальше. Когда мне было 21, мама стала сильно переживать из того, что я одна. Ну, вот опять же, да. Такое ощущение, что здесь, через маму, и не только, через маму, вы несете глобальную идею, что быть одной, вообще-то, это что-то не очень хорошее. И дело здесь не в том, что вы должны быть одной, а дело здесь скорее в том, что есть какое-то непринятие того, что вы можете быть одной. Это важный момент, на мой взгляд, важный момент, именно вашего восприятия себя. Дальше. В общем, я старался не видеться реже и избегать вопросов. Здесь вы выбираете избегание почему-то в ответ, но в ответ на гиперопеку. В итоге, я просто придумала себе кавалера. Опять же, из какого числа вы это сделали, чтобы успокоить вам, да. То есть, переключили себя на нее. И мне кажется, что вот этот момент, он является достаточно, ну, скажем так, показателем. Он является показателем. Показателем в том смысле, что вы избегаете себя и во главу угла ставите свою маму. Что, конечно же, не может быть чем-то хорошим и в долгосрочной перспективе не может привести вас к спокойствию. Ну, вы, я надеюсь, и сами это видите. Ну, сейчас, да, я надеюсь, что вы видите это сами. Поэтому данный аспект, данный момент требуется корректировать. Требуется корректировать именно для того, чтобы подобных вещей больше не происходило. Конечно, здесь другой вопрос. Хотите ли вы, чтобы это закончилось? Другой вопрос здесь в том, хотите ли вы, чтобы это прекратилось? Такой вопрос нужно, конечно, себе задать. Это, на мой взгляд, важный момент. Но, в целом, я надеюсь, что мою мысль вы поняли. Будете двигаться в таком ключе. Дальше вряд ли у вас будет что-то хорошее, вряд ли у вас будет что-то позитивное. И хотелось бы все-таки, чтобы вы больше внимания уделяли себе. Хотелось бы, чтобы вы больше внимания уделяли тому, какая вы. Тому, где хорошо и как, например, хорошо. Может быть, вам не в том смысле, что обязательно без, например, мужчины. На всякий случай повторюсь, что вам не обязательно быть одной. Вам не нужно быть одной. Вам нужно опираться на себя. Если вы на себя опираться не будете, то такие проблемы будут возникать. Ну, не побоюсь этого слова. На постоянной основе. К сожалению. Поэтому, то, что вы сейчас обратились к психологу, это хорошо. Вот. По крайней мере, мне хочется верить, что вы не просто ищите ответ на вопрос, а вы все-таки займитесь этим более серьезно, чтобы именно научиться быть с собой. Вот. Сейчас, пока что, у вас, на мой взгляд, такой возможности нет. Вы, на мой взгляд, сейчас себя блокируете. Блокируете достаточно сильно. Вот. Это корректируется. Вот. То есть, чтобы вы себя не блокировали, чтобы вы к себе лучше относились, чтобы вы лучше себя чувствовали. Вот. И учились выстраивать отношения все-таки не на лжи. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Удачи. Удачи. Удачи.